Я приветствую вас, дорогая Церковь, дорогие гости, Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Две недели назад мы с вами, вместе с братом Павлом, читали книгу «Бытие» и читали историю об идеальном браке. Мы читали о том, каким образом Бог создал брак, что Он в него вложил, каким Он его показал, что это должно быть единство, мужчины и женщины, какими способностями Он их наделил, какой ответственностью. И когда мы смотрим на этот Эдемский сад, на эти идеальные условия жизни человека, идеальные условия этой первой семьи, то как-то, знаете, не очень верится, что что-то могло вмешаться в этот процесс, что-то могло изменить эти идеальные условия или нарушить семейную идиллию Адама и Евы. Потому что, когда мы смотрим, у Адама было все для того, чтобы сохранить семью. У Евы были все способности, чтобы помогать своему мужу, чтобы хранить, возделывать сад, чтобы называть животных, чтобы проводить прекрасное время не только в общении друг с другом, но еще и с Богом. Бог был рядом с ними. Они общались вместе с Ним, и все было прекрасно. Двое были, одна плоть, брак, который был определен Богом. Но спустя какое-то время в саду произошло событие, которое не просто коренным образом изменило положение вещей в мире, «Но оно перевернуло мир с ног на голову, и мир погряз в страдания и бесконечные потрясения». Что-то небольшое произошло в этом саду, что просто привело к катастрофическим последствиям весь наш мир. И это событие называется «Грехопадение». Грехопадение первого человека. Событие, в котором непослушание двух первых людей привело к катастрофе, последствия которой мы испытываем и сегодня. И еще ни одному человеку на земле не удалось избежать его влияния. И мы знаем, что написано в Слове Божьем, что все согрешили и лишены славы Божьей. И у меня, конечно же, возникает вопрос. Почему, казалось бы, идеальные люди, находящиеся в идеальных условиях, идеальная семья, поддались искушению и лжи, и что помешало им сказать «нет» тому, кто поставил под сомнение Божье Слово, кто манипулировал чувствами и унизил Бога в глазах этих людей. Сегодня мы будем читать с вами книгу «Бытие», третью главу. И сегодня мы посмотрим на анатомию грехопадения. Мы по полочкам разберем, что произошло с этими людьми и что нам теперь с этим делом. Давайте мы встанем и прочитаем книгу «Бытие», третья глава, с 1 по 13 стих. «Змей был хитрее всех злеполевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей женщине, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала женщина змея, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей женщине, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И сшили смоковные листья, и сделали себя опоясаннее. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил есть тебе? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог женщине, что ты это сделала? Женщина сказала, змей обольстил меня, и я ела. Аминь. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твое Слово Божие, особенно за этот текст Господи Священного Писания, который мы только что прочитали. Я молю и прошу Тебя, Боже, благослови, чтобы сегодня, Господь, мы не просто вникли в текст, Господь, но чтобы мы поняли всю катастрофу, Господь, случившегося. И последствия, Господь, которые накрыли весь мир от предела до предела. Я молю и прошу Тебя, Господи, благослови, чтобы каждое сердце сегодня вняло этому Слову. Я прошу Тебя, Господи, благослови, чтобы мы осознали, что недоверие Твоему Божьему Слово, Господь, приводит к тому, что, Господь, мы начинаем сомневаться в Тебе, в Твоем характере, Господь. Я прошу Тебя, Боже, научи нас, Господи, как нам поступать, когда мы встречаемся с искушением и грехом. И прошу Тебя, Боже, благослови, чтобы мы понимали, Господь, как с этим справляться, что мы должны быть открыты пред Тобою, Господи, в любом случае, Боже. Я прошу Тебя, Господь, благослови, чтобы это Слово, которое мы читаем, Господи, и которое, Господь, мы изучаем, оно было благословением для нас, Господь, и приводило нас к осознанию нашей греховности, к осознанию Твоей святости и к осознанию того, что мы нуждаемся в Тебе, в нашем Спасителе и Искупителе Иисусе Христе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, дорогие друзья. Итак, текст, который мы с вами прочитали. Сегодня каждому из вас ко мне лично звучит следующий призыв. Не позволяй греху разрушать твои отношения с Богом. Не позволяй греху разрушать твои отношения с Богом. И сегодня три такие вещи, о которых мы будем с вами говорить. Это самое первое. Не сомневайся в Божьем Слове. Второе. Беги от греха. И третье. Открывайся пред Богом. И мы с вами один за другим посмотрим на эти важные для нас вещи и разберем их. Итак, мы прочитали, что случилось в Эдемском саду. Откуда-то взялся змей. У людей сегодня в мире совершенно разное отношение к этому змею. Его называют сатаной, люцифером, дьяволом. Как угодно мы можем называть его, но сущность этого одна. Это ложь. Ложь и грех. К сожалению, сегодня в мире дьявола рисуют каким-то карикатурным существом, который, знаете, с длинным хвостом, может быть, который постоянно что-то хочет испортить. И во многих случаях люди легко оправдываются в своих грехах и проступках, когда они, говорят, отмахиваются беспопутал. И для них это какое-то легкое такое оправдание, как будто, ну, ничего страшного не случилось. Как будто люди просто живут, радуются, а какой-то змей, какой-то дьявол или там бес, он между ногами путается и постоянно строит какие-то пакости. И у многих людей отношение ко греху вполне несерьезное. А может быть, даже и вообще никакого. Они не считают грех за проблему, живут себе, как живут. И вот такое легкомысленное отношение ко греху и к дьяволу порождает безответственность и безнаказанность. Люди не задумываются о том, что они творят. Люди не задумываются, почему они это делают. Первые люди, Адам и Ева, не знали дьявола. Они представления никакого не имели о зле, как о таковом. Они слышали о смерти, но они никогда не испытывали ее. Смерти в Эдемском саду не было. И вот впервые, столкнувшись с искусителем, с лукавым, с убийцем, губителем, хулителем, противником, отцом лжи. И это все я перечислил. То, что говорит Божье Слово о дьяволе, о том змее, который появился в Эдемском саду. Это все эпитеты, даже не конечные. Еще многое Божье Слово говорит о дьяволе и приписывает ему все самое худшее, потому что в нем средоточие зла. В нем средоточие зла. Дьявол может подобрать любой облик, лишь бы войти к нам в доверие. Каким-то образом втереться к нам в доверие, начать свою работу, чтобы разрушить нашу веру. Он очень хочет посеять сомнения в Божьем Слове. Он очень хочет посеять сомнения в Божьем характере и вообще в самом Боге. Ведь мы поклоняемся Богу и знаем, сколько много эпитетов у Бога. Святой, праведный, всемогущий, бесконечный, Бог, дарующий любовь, благодать. И мы вот это все перечисляем, и все, что мы можем позитивно причислить, все это относится к Богу. Но дьявол не согласен с этим. Он пытается перевернуть все с ног на голову. Я не буду высказывать абсолютно никаких предположений, почему именно змей. Это будет спекуляцией, если я буду придумывать, почему именно змей, почему именно это животное. Но мы можем быть уверены, что если Бог и сотворил весь животный мир, всех насекомых, рыб и присмыкающихся на тот момент, то это было хорошо и хорошо весьма. Но дьявол использует Божие творения, которые не вызывало у Адама и Евы никаких вопросов. Они прекрасно сожительствовали со всеми животными, которые не могли причинить им вреда, в том числе и змеи, которые также, наверное, находились там и ползали, и они существовали мирно. И Еву абсолютно не смутило присутствие змея в саду. Ее даже не смутило то, что змей стал с ней разговаривать. И важно понять, что дьявол имеет много, очень много возможностей, чтобы найти доступ к человеческому сердцу и начать говорить к нему. У дьявола есть эта способность. Что он делает первым делом? Он появляется в саду, начинает говорить, и даже своим присутствием, своими речами, он начинает не просто показывать, что есть кто-то еще, кроме Бога, у которого есть знание и истина. Он уже даже этим начинает сеять сомнения в Божьем характере, что не только один Бог, кому доступно какое-то знание. Итак, что делает дьявол? Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, не, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Змей прельстил Еву. И об этом даже упоминает апостол Павел во втором Коринфе. Он очаровал ее, он пленил ее своим обаянием. Я могу только представить себе, как художник, могу представить, насколько была в ярких красках эту картину, но мы многие не можем представить. Поэтому апостол Павел пишет простыми словами, что он очаровал ее, пленил своим обаянием. Как это было, я не знаю, но это случилось. Он вошел к ней в доверие и начал манипулировать. И самое первое, что сделал змей, поставил под сомнение Божье Слово. Поставил под сомнение Божье Слово. Неужели вам нельзя есть от всех деревьев в саду? И Ева как будто начала оправдываться. Да нет, что вы, ну, от всех деревьев мы можем есть. Ну, кроме одного. И тут же Ева поддалась на его манипуляцию, когда сказала, что мы не можем прикасаться к этим плодам. Но Бог такого не говорил. Она пошла у нее на поводу. И в этом уже произошло искажение Божьего характера. Дьявол говорит, что Бог на самом деле что-то утаил от вас. Посмотри, вы можете есть от всех деревьев. А почему вы не можете есть от одного дерева? Что случилось, что Бог что-то вам не додал? Что Бог на самом деле не такой щедрый, как может показаться? И тут же справедливость Божья попадает под удар всех этих слов дьявола и Евы. Видимо, Бог несправедлив, что хочет ограничить вас в чем-то. Не знаю, насколько сильно билось сердце Евы, но когда я думаю об этом, как дьявол подходит и искушает, это очень волнительный момент на самом деле. Что переживала Ева в тот момент, я не знаю. Но сомнение точно пришло в ее сердце. Дьявол зародил это сомнение своими словами, поставив под сомнение Божье Слово. И он не просто ставит под сомнение Божье Слово, он искажает Божье Слово. Бог говорил о конкретном дереве, а Ева говорит, что о дереве, в которой посреди рая. И вот эта какая-то неправда начала между ними свое действие. Если Бог говорил Адаму о смерти вследствие нарушения запрета, то у Адама было знание об этом. Хотя Адам и Ева не соприкасались со смертью. И Ева, обольщенная змеем, говорит Божье Слово неверно. И говорит то, чего Бог не говорил. Она быстро попалась на удочку змея. Ее сердце оказалось обольщенным. Ее сердце оказалось захваченным этим змеем. Сомнение перевернуло в ее сердце истину. Она стала сомневаться в Боге, стала оправдываться. И змей наносит сильнейший удар по Божьему Слову. Когда Ева говорит, что если мы вкусим плоды этого дерева, Бог сказал, умрете. Но змей говорит, нет, не умрете. Божья святость оказалась под ударом. Змей аккуратно растаптывал Божий авторитет в глазах Емы. Нет, не умрете, сказал. Бог сказал вам неправду. И вот эта дьявольская ложь, она постепенно низвергала Божий авторитет. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Но апостол Иоанн пишет такие слова. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Когда мы читаем эти слова о дьяволе, мы прекрасно понимаем, кто он. И дьявол говорит, послушайте, если вы вкусите этих плодов, вы обретете подлинное счастье. Вы станете как боги. Вы обретете подлинное счастье, вы станете как боги. Но Бог поставил людей в положение, когда они уже и так были абсолютно счастливы. Счастье Адамы и Евы заключалось в том, что они слушались Бога. Он поставил дерево познания добра и зла, чтобы они не трогали плодов его, не вкушали их. И в этом было счастье, в послушании Богу, в общении с ним. И Бог предупредил их, что наступит смерть, если вдруг вы вкусите этих плодов. Но дьявол все переначал и говорит, нет, даже если вы вкусите, вы станете как боги. Вы будете даже лучше, больше. Вы обретете какое-то некое знание, бесподобное, прекрасное. Он перевернул слова Бога. И он стал манипулировать снова. Он говорит, Бог от вас что-то скрывает. Для чего он поставил это дерево? Почему оно так называется? Но если вы вкусите, вы узнаете добро и зло. И дьявол оставлял Бога, как будто он лишил первых людей настоящего счастья. Как будто что-то он от них такое прекрасное скрыл. И дьявол в глазах Евы ставит себя на место Бога, который говорит правду. А Бога низвергает как обманщика. Он говорит, послушай меня, Ева, я точно знаю, что Бог вас обманывает. Когда вы съедите этот плод, вы станете как боги. Глаза ваши откроются, и вы увидите, что такое добро и что такое зло. Вы не поверите, какое счастье вы обретете. И так дьявол сделал все, чтобы не просто посеять сомнения в Божьем характере. Не просто посеять сомнения в Божьих словах. Он сделал все, чтобы привести и подвести Еву ко греху. Но знаете, мы должны понимать, что Бог и Его святость превыше всего. Божье слово превыше всего, и это истина. И в подтверждении этому то же самое Божье слово. Второзаконие 32, 32 глава, 4 стих. Он твердыня. Бог твердыня. Совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. А про Слово Божие сказано так, Псалом 118, 138 стих. Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина. Вот что говорит Бог в своем откровении. Бог превыше Его. Бог превыше всего. Святость Божия превыше всего. Дьявол все переворачивает и говорит, нет, Бог обманщик. Слово Его обманывает. Бог от вас что-то скрывает. Бог не такой благой, как кажется. Но на самом деле Бог святой. И ничто не может разрушить Его святость. У Бога нет ничего общего со грехом. И вот сомнение в Божьем слове, искажение Божьего слова приводит к сомнению в Божьей святости, в Божьем характере. И я хочу вам сказать, что вам сделать, как нам это применить. Вот мы узнали, что дьявол вот таким образом подходит, искажает Божье слово. Знаете, читайте Божье слово для того, чтобы познать Божий характер. В Божьем слове говорится о Божьем характере. Божье слово для того, чтобы мы познавали Бога. Здесь все о Боге. Еще раз напомню, здесь все о Боге. И когда мы познаем Божий характер, мы понимаем, что хочет Бог от меня. Я не читаю Божье слово, чтобы понять, как мне поступать. Нет, я читаю Божье слово, чтобы понять, каков Бог, что Божье слово говорит о Нем, о Моем Господе. И если я познаю Божий характер, я понимаю, что хочет Бог от меня, и какую роль я должен играть в Его плане. Писание показывает Бога нам заботливым. Но часто мы смотрим на жизнь других людей и начинаем завидовать. И нам кажется, что по отношению ко мне Бог не такой заботливый, как к другим. Писание говорит, что Бог заботливый, а мне кажется, что не очень. И такое сомнение в Божьем характере начинает искажать меня и начинает сокрушать мое сердце грехом. Потому что я думаю, что Бог не такой, как я читаю в Священном Писании. Писание утверждает, что мне всего достаточно для счастья, потому что Бог – мое счастье. Но я почему-то ощущаю себя каким-то несчастным. Мне что-то еще нужно для счастья. И я начинаю обращать внимание на какие-то другие вещи и смещать свой фокус моего Бога на что-то другое. И начинаю заниматься идолопоклонством. Потому что я думаю, что в какой-то вещи я найду настоящее подлинное счастье. И мы этим занимаемся почти каждый день. Мы иногда думаем, что сейчас мы поедем на море и обретем какое-то истинное счастье. А вчера на свадьбе мы мечту многих людей слышали многократно – построить свой дом. Кто-то думает, что он построит свой дом, и в этом будет какое-то бесконечное счастье. Мы думаем, что мы заработаем денег, и в этом бесконечное счастье. И мы думаем, что мы семью свою, будет у нас семья, у нас будут дети, и в этом бесконечное счастье. Но не в этом счастье. Счастье в Боге. Бог – настоящее подлинное счастье. Но приходит сатана, который говорит – нет, нет, обманывает тебя Бог. Ты несчастлив. Посмотри, тебе не хватает вот этой маленькой вещи. Которая точно должна принести тебе счастье. И сегодня мне нужно не просто задуматься. Сегодня мне нужно глянуть в свое сердце. Правда ли я нахожу подлинное счастье в Боге? Или мое сердце устремляется куда-то в сторону? Или мое сердце идет вслед каких-то других богов? Или сердце мое идет вслед каких-то других идолов, в которых я ищу свое счастье? Писание утверждает, что Христа достаточно для счастья. Его любовь в избытке излилась на нас, и этого достаточно. И у нас всегда есть искушение сомневаться в этом и искать счастье в чем-то ином. И если мы смещаем свой фокус с Бога на что-то иное, это идолопоклонство, оно начинает разрушать наши отношения с Богом. И я еще раз вам напоминаю, не позволяй греху разрушать твои отношения с Богом. Будь уверен в Божьем слове, доверяй Божьему слову и не ставь его под сомнение. Потому что если ты будешь ставить Божье слово под сомнение, это будет ставить Божий характер под сомнение. Вы начнете сомневаться в Боге. Знаете, иногда хочется какой-то рецепт, чтобы противостоять греху. Мы всегда встречаемся с искушением, с грехом. Знаете, иногда есть очень простой рецепт, который мы пропускаем. И мы думаем, что должно быть что-то сложнее. Должно быть что-то такое, какое-то удивительное. Мне должны прописать прямо на нескольких страницах, что мне нужно сделать, чтобы противостоять греху. Но знаете, все очень просто. Писание очень несколько раз и даже многократно употребляет такой эпитет «беги от греха». Это очень простой рецепт, но не всегда он нам нравится, потому что это слишком легко. Это слишком просто. И мы думаем, что это не поможет. Что грех, как злая собака, будет бежать за мной и будет пытаться укусить. Так и будет. Но во Христе вы имеете все силы и все возможности, чтобы быть быстрее греха. И можно убежать от него. Итак, смотрите, что произошло с Евой. Когда она стояла в саду, была обольщена дьяволом. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И так она осталась на месте искушения. Она, как очарованная, увидела эти плоды, которые запрещено было ей есть. И они казались ей самыми лучшими в саду. Самыми приятными. Дьявол выставил их в таком свете, что это самое лучшее, что может быть. И Ева, конечно же, уже здесь не думала о Боге. Ева думала о плодах, на которые ей указал дьявол. И они были не только вожделенны для глаз, но какими-то многообещающими. Потому что змей пообещал, что у них будет знание, и они станут как боги. И это было не просто обольщение. Это был уже шаг в грех. Ева дала змею руководить собою. Дала ему право везти ее к дереву. И он повел ее туда. Она взяла плод и ела. На самом деле, все так и было. Дьявол просто говорит, ешь. Ешь, не сомневайся, не умрешь. И она нарушила запрет, который Бог оставил Адаму. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть и умрешь. Это Бытие, 2 глава, 16-17 стихи. Ева не стала убегать. Она не знала, что можно убежать. Но Ева не позвала мужа. Ева не позвала мужа. Она должна была его слушать, а не дьявола. Она вдруг съела плод, который не должна была есть. И принесла плод Адаму. Сказала, ешь. И Адам тоже съел, хотя тоже не должен был этого делать. Адам не только должен был оградить Еву от того, что с ней случилось, но и от любого другого влияния. Потому что у Адама была ответственность за свою жену. Не просто передать ей слово, но научить и сохранить, и сберечь ее. Но Адам почему-то не сделал этого. Адам должен был каким-то образом все доверить Богу. И эту ситуацию, даже то, что произошло с Евой, не должен был идти у нее на поводу. Но грех, посмотрите, каким образом сработал. Он не только обольстил Еву, но он обольстил и Адама. И в итоге Адам послушал жену свою, и они оба согрешили. И все пошло по сценарию, который описывает Иоанн в своем первом послании. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Знаете, я хочу обратить внимание на того, кто справился в такой ситуации, когда сатана очень близко приступал к нему. Это наш Господь Иисус Христос. Я могу рассказывать вам множество примеров. Могу привести какие-то невероятные истории. Но лучше всего об этом скажет Священное Писание. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. Я прочитаю. Вы все знаете прекрасно это повествование, но я хочу, чтобы вы еще раз услышали, как сатана искушал Иисуса в пустыне и что делал при этом Иисус Христос. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему». Вы знаете, мы всегда на самом деле можем отбиться от дьявола словами написано, когда мы обращаемся к Священному Писанию и утверждаем Священное Писание. А если мы утверждены в Священном Писании, мы утверждены в Божьем характере. Мы противопоставляем дьяволу, Бога, Святого, Праведного. Иисус это и делал. Дьявол пытался каким-то образом повлиять на сердце Иисуса, повлиять на его эмоции, на его чувства, на его голод, потому что Иисусу было уже невозможно, ну, ему хотелось есть, ему хотелось пить. И вдруг дьявол ему предлагает какие-то мелочи. «Слушай, ну сделай, сделай этот камень хлебом. Ну, напитайся, ты же можешь, я же знаю». И он начал манипулировать этим. Он начал давить на его чувства. Он начал вызывать в нем эмоции. Но Иисус сделал совершенно правильную вещь. Он говорит, написано Божье Слово вот таким образом. «Не искушай Бога твоего». Иисус не собирался делать какие-то чудеса в этот раз. Не собирался перед дьяволом устраивать шоу. Он просто сказал «написано». Он показал, что есть Божье Слово, которое я не буду искажать. «Ты врешь, ты лжешь, ты отец лжи, но я не пойду у тебя на поводу». Но нам иногда очень сложно с этим справиться. Нам сложно повернуться и сказать дьяволу, «Нет, нет, я знаю Божье Слово». Она говорит так, но дьявол начинает искать к нам подход. Дьявол начинает изыскать наши слабые места и начинает вкратчиво заходить в наше сердце. Но апостол Павел говорит, «Слушайте, если дьявол манипулирует вами», и три стиха, это первое Коринфянам, два стиха, и второе Тимофею. «Бегайте в луда», — говорит апостол Павел. «Убегайте». Апостол Павел не рассказывает здесь каких-то вещей. «Слушайте, давайте сначала подумаем, я не знаю, там еще как-то». Он говорит, «Бегите, бегите, бегите от блуда». Следующий стих. «Итак, возлюбленные мои, убегайте, идолослужение». Мы иногда хотим какое-то применение необыкновенное найти. Убегайте. Ничего здесь не нужно, просто убегайте. Нам же это кажется как-то легко. Нам же нужно как-то, давайте мы будем заигрывать с грехом, с искушением. И потом, когда мы оказываемся в грехе, мы читаем это слово к нам, надо было просто убежать. Это ж просто. Если для мужчины идет какая-то красивая женщина, и вы вслед нее пустили свой взгляд, ну не надо продолжать на нее смотреть. Ну, отвернитесь в другую сторону. Чего проще? Это написано «убегайте». А еще лучше, бегите в другую сторону, где вас не будет это соблазнять. Если вы открыли компьютер, и там вам попадаются прекрасные баннеры с какими-то завлекающими предложениями, ну слушайте, ну закройте. Но есть много всяких способов, чтобы обезопасить себя. Апостол Павел пишет, «Юношеских же похотей убегай, одержись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа чистого сердца». Простой совет. Бегите. Особенно бегите туда, где мир, любовь, вера, правда. И там, где призывают Господа. Ну слушайте, бегите в церковь. В конце концов. Когда я учился в военном училище, маленький такой пример. Например, мы же были такие все красивые, бравые ребята. Чаще всего там высоченные, здоровенные. И когда мы выходили в город в увольнение, ну мы же такие все. И очень часто местные жители там, как какая-то шпана, приставали, то сигарет спросить, то еще что-то. И это было не ради сигарет, вы же понимаете. Это было ради драки. И очень часто мои друзья возвращались побитые, но героями. И наш командир всегда нас, инструктаж проводил. Всегда таким образом. Он говорил, мужики, пожалуйста, видите, что ситуация накаляется. Ноги в руки и бегите. Мне не нужно вашего броватства. Мне не нужно, чтобы вы героями привернулись. Потому что, знаете, вот с таким, когда разбитым лицом возвращались мои друзья, мне не всегда было понятно, для чего это было. И он всегда нас инструктировал, но, знаете, внутри всегда была какая-то гордость такая, знаете, эгоизм такой. Ну, как я могу? Ну, я же военный, я же должен убежать. Я не могу. Меня же оскорбляют, меня унижают, а я вдруг убегу. Но командир говорил одну вещь. Ребята, вы нужны мне живыми. Я тогда не очень понимал и не очень осознавал вообще всех этих вещей. Потом, когда у меня появились в подчинении свои солдаты, я им говорил то же самое. Вот, знаете, Бог сегодня к нам говорит то же самое. Если ты встретился с искушением, если чувствуешь, что тебя что-то одолевает, убегай. Не заигрывай с грехом. Убегай. Посмотрите на все сферы своей жизни и, знаете, определите какие-то проблемные. Подумайте, почему Евангелие в каких-то ваших сферах не работает. Может быть, вы неправильно понимаете Евангелие и как Бог должен действовать в вас. Может быть, вы своими силами пытаетесь решить какие-то проблемы. Мы очень часто пытаемся решить своими силами многие проблемы. Особенно пытаемся справиться с грехом, но не получается. Может быть, вы дисциплины мало у вас в жизни. Может быть, вы мало сил прикладываете для того, чтобы бороться со грехом. А может быть, вам просто нравится быть в таком состоянии. К сожалению, когда приходит какой-то маленький грех, он друг за другом начинает подтягивать более и более грехи, а потом еще и тяжелые. И когда вы оказываете состояние, что не можете выплыть, дьявол уже может просто танцевать на вас, на вашем сердце, потому что он растопчет вас. Мы же все прекрасно знаем, что не просто так какие-то христианские пословицы люди говорят, да, не дай дьяволу палец, он откусит у тебя руку. Примерно так все и происходит на самом деле. Кто-то может улыбнуться и сказать, ну, да это все ерунда, я справлюсь, я сильный. Но на самом деле первый совет, который дает Священное Писание – бегите. Бегите от греха. Если ты будешь стоять на месте, дьявол увлечет тебя и отведет тебя к дереву. И он сам сорвет этот плод и даст тебе в твои руки. И ты его вкусишь, но окажешься в очень незавидном положении. Поэтому, если ты будешь стоять на месте и будешь заигрывать с грехом, все это закончится очень печально. Поэтому не дайте греху разрушить ваши отношения с Богом. Не позволяйте этому. Что произошло после, когда Адам и Ева уже согрешили, вкусили плода? Мы прочитаем об этом с 7 стиха. «И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, «Потому что я наг, и скрылся, и сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. К сожалению, обещание сатаны исполнилось. К сожалению, обещание сатаны Еве исполнилось. Но стало страшной трагедией и для Адама, и Евы, и для нас с вами. Что случилось? Глаза их открылись. Сатана обещал, глаза ваши откроются. Они открылись, только увидели они себя не богами. Отнюдь не богами, а простыми смертными. Они не стали, как боги. Они не обрели то самое знание, которое им обещал сатана. Они узнали, что они наги. Они узнали, что они без одежды. До грехопадения они были невинны. Теперь же они стали виновны. Они утратили невинность и впервые узнали, что такое грех. И теперь чувство стыда и вины пришло на смену невинности, которой они обладали. То, что было естественным и невинным, стало неестественным и стыдным. И это сделало не то дерево, не те плоды, которые они съели. Потому что многим может показаться, но, наверное, в этих плодах было что-то действительно заключено необыкновенное. То, что было им недоступно. Они на это и купились. Что они обретут некое знание о добре и зле. Но дьявол был бы не дьяволом, если бы не сказал ложь. Они не стали богами. Вместо божественной мудрости у них появилась какая-то сообразительность от чувства стыда и вины. Потому что им захотелось прикрыться. Они сшили смакованные листья, сделали себе опоясание. Потому что посчитали, что им неприемлемо смотреть друг на друга вот в таком виде. Их естественная греховная реакция стала скрываться, закрываться. Они стали стыдиться. Они хотели скрыться друг от друга. То, что было раньше естественным и невинным, вдруг стало им неприемлемым. Они стыдились сами себя. Теперь они знали добро и зло, но не так, как знает Бог. Потому что волшебства от этих запретных плодов не случилось. Примерно так же, как если бы больной человек, зная о своей болезни, просто о диагнозе, но не знал, от чего она, как она, что с ней и чем ее лечить. Потому что это знает только лечащий врач. Они оказались именно в положении, что они что-то узнали, но это было совсем не то, что обещал сатана. А Бог был всеведущим, Он и остается всеведущим. И будучи всеведущим, знает все о зле. Человек же теперь знал о зле только то, что с ним произошло. Не больше. К сожалению, Адам и Ева утратили отношения с Богом. Грех сделал свое дело. Он разрушил отношения этих людей с Богом. Когда они услышали, что Бог приближается, спрятались. Они не только прятались друг от друга, не только попытались скрыться за смоковными листьями, но они решили спрятаться еще и от Бога. Они не знали, как это делать. Их естественная теперь греховная реакция была просто прятаться. Они не знали, что прятаться, но чувство вины и стыда уже было внутри, в их сердце. И место доверия теперь, которой был Эдемский сад, свободное общение с Богом превратилось в место подозрительности, страха, стыда. И в результате своего согрешения Адам позабыл, наверное, что Бог вездесущий, всеведущий. Но знаете, Бог же ведь не просто так задает эти вопросы Адама, как будто он ничего не знает. На самом деле Бог знал, где Адам, прекрасно его видел, но тогда Бог уже начал работать с сердцем Адама. Адам и Ева со стыдом выслушали все обличения Бога, потому что когда он ему задал вопросы, Адам, где ты? Кто сказал тебе, что ты наг? Бог выводил его постепенно, чтобы Адам признался, чтобы Адам открылся, чтобы Адам вышел снова пред Богом. И Бог задал вопросы для того, чтобы показать человеку его греховное состояние, что он оказался во грехе. Бог хотел привести его от стыда к осознанию своей вины, что он согрешил. И от осознания своей вины Бог хотел привести Адама к покаянию. Бог обратился с вопросами к Адаму и Еве, но не к змею. У змея уже не было шансов, а у Адама и Евы были. Конечно, Адам и Ева стали оправдываться. То, что произошло с их сердцем, не могло уже по-другому работать. Они стали оправдываться. Адам винил Еву, потому что это она дала ему плод. И тут же он бросал Богу упрек. Слушай, Бог, честно, Ева, которую ты ко мне привел, она мне дала. Это ты виноват на самом деле? И здесь работа сатаны приобретает еще более чудовищный характер, потому что Божий характер еще больше ставится под сомнение. Мало того, он исказил Божье Слово, мало того, он исказил Божий характер, но он еще и дальше продолжает унижать Бога. Оказывается, Бог во всем виноват. Не знаю, стоял ли сатана и похихикивал где-то в стороне, но то, что случилось, это катастрофа. И здесь Адаму, по идее, нужно было бы защитить Еву. Хотя бы Адаму признаться в том, что это я виноват на самом деле. Я не усмотрел, я не уследил, я был ответственен за ее духовное состояние. Я, я, я. Он должен был взять на себя всю эту ответственность. А он в самый ответственный момент бросил свою женщину. Он оставил ее. И мало того, он еще свалил на нее вину. И мало того, через это еще и обвинил Бога. Он совершенно не подумал о дальнейшей судьбе Евы. А Ева с своей стороны винила змея. Змея обольстил меня. И вот оба грешника сами признались в своем грехе. Я ел. Адам говорит, она мне дала, и я ел. И вот мы съели и оказались вот в таком состоянии. Бог задавал вопросы. Но Адам и Ева пытались свалить вину на кого-то другого. Они не готовы были принять на себя ответственность за то, что они сделали. Теперь в их сердце был страх наказания. Ведь они слышали, что если вкусишь смертью, умрешь. Вот физической смерти для них не наступило. Они не знали, что такое смерть. Они не знали. И каким образом она должна была проявиться. Они тоже не знали. Они еще не понимали, что они уже духовно умерли от своего непослушания. Что духовная смерть уже наступила. Что между ними и Богом уже выросла огромная стена. И уже нельзя было просто подойти к Богу и просто общаться с Ним. Бог мог задавать им вопрос лишь только для того, чтобы они осознали свою вину. Чтобы они признались в грехе. Чтобы они покаялись. К сожалению, в тот самый момент ничего хорошего уже произойти не могло. И это наложило отпечаток на весь мир и на все остальные там оставшееся время, пока Земля существует. Но знаете, казалось бы, что у человека уже не было надежды. и все потуги человека избавиться от греха и как-то минимизировать воздействие греха. Иногда, знаете, хочется вот с грехом побороться, но это как-то приводит к какому-то разочарованию. Очень многие люди в мире пытаются как-то выстроить свою жизнь, чтобы быть морально правильными. По каким-то правилам жить, по каким-то устоям. Но это ничего не работает. И сегодня мы с вами вспоминаем о том, кто смог это сделать, кто смог решить проблему греха. Это наш Господь Иисус Христос. Я хочу, чтобы сегодня вы услышали, что Господь Иисус Христос своей смертной, крестной смертью простил наши грехи. Он решил проблему греха и прошлого, и будущего, и настоящего. Если мы не вполне доверяем этому, то грех еще больше начинает нас сковывать. Если мы не доверяем тому, что Бог сделал, то, что Бог преодолел, то, что Бог через нас может сделать, мы снова оказываемся на каком-то дне. Мы снова оказываемся растоптанными, потому что не доверяем тому, что сделал Бог. Бог богатой милости, святой, праведный, неизменный, любящий. Он прежде создания мира решил эту проблему. И Он сконцентрировал на Господе Иисусе Христе, на Его жертве все наше внимание. Все наше внимание. Писание только и говорит об этом. Знаете, я не знаю, знаете вы такого проповедника, богослова, Джона Пайпера. Это какой-то удивительный человек. Иногда я смотрю на него, у меня даже просто один его внешний вид, и как он рассказывает о том, как он любит Иисуса, и наслаждается им, приводит в какой-то восторг и изумление. Мне очень хотелось бы быть похожим на этого человека, потому что, когда он рассказывает о том, кто такой Иисус и что Он для нас сделал, ты не просто неизменно как-то заражаешься этим, начинаешь просто дышать этим. И когда он рассказывает о том, что Иисус пришел в этот мир, чтобы забрать наши грехи, я понимаю, что Иисус пришел просто освободить меня и сделать меня таким же, как первый Адам. Чтобы вернуть меня вот в это прекрасное состояние, когда я могу с Богом общаться, и сегодня у меня есть эта уникальная возможность. Поверивая Иисуса Христа, мы приобретаем нечто большее, чем мы можем себе представить. Кто-то думает, что ну да, я теперь вот в церкви, но все равно грехи меня одолевают, но все равно искушение ко мне подходит, я не могу справиться. Послушайте, церковь – это Божье, Божье, не знаю, Божье установление. Это Его тело, тело Христа. Мы вместе здесь имеем все для того, чтобы противостоять греху. Абсолютно все. Мы можем друг о друге заботиться, мы можем слышать Слово Божие, понимать Божье Слово, друг другу помогать. И эту силу дает только Иисус Христос, своей жертвой на Глаговском кресте. Он разрушил грех, он разрушил смерть. Да, нас ждет физическая смерть, мы от этого никуда не уйдем, но Бог приготовил нам несравненно большее. Но сейчас мы помышляем о том, что Бог сделал на Глаговском кресте. И сегодня мы вспоминаем Его смерть. Мы даже в какой-то мере празднуем Его смерть. И знаете, у кого-то я увидел такую мысль, что Сатана дал Еве плод, и она ела, и этот плод оказался плодом к смерти. Но сегодня, когда мы с вами будем вкушать хлеб, мы берем этот хлеб, как будто из рук Иисуса Христа. И это хлеб жизни, к жизни, к возрождению, к святости. Как будто Бог возвращает нас. Когда мы совершаем с вами причастие, это нечто большее, чем просто обряд. Это не что-то волшебное. Но это тот момент, когда мы заявляем о том, что мы Христовы. Когда мы подтверждаем свой завет со Христом. Когда мы подтверждаем, что мы верим в Него как Спасителя и Искупителя. Что мы верим, что Он в нас производит действия, которые никто не может произвести. Это тот, кто искореняет грех из нашего сердца. Это тот, кто дает нам силы. Это тот, кто нами движет. Это тот, кем мы дышим, движемся и существуем. И мы сейчас будем с вами приступать к тому, чтобы исполнить эту заповедь. Когда вы вкушаете этот хлеб, пьете это вино, помыслите о том, насколько свят Бог. Пожалуйста, не сомневайтесь, не накаплив в Божьем характере. Священное Писание, я не знаю, насколько возможно, но откровения от Бога здесь полные. Вы можете открыть Священное Писание и увидеть, насколько прекрасен Бог, насколько Он позаботился о нас. Конечно, сегодня, когда мы с вами сидим и понимаем, что вокруг происходят какие-то страшные события, и мы оказались в них впервые, и это очень сильно накладывает на нас отпечаток. Но, послушайте, грех не прекратился. Катастрофы происходили всегда, войны происходили всегда, они были, они есть, они будут. Просто, когда мы оказываемся в катастрофе большого масштаба, нас это очень сильно страшит. Но когда грех в нашей жизни, нас это иногда не очень сильно интересует и не очень сильно страшит. И не очень-то сильно мы переживаем за последствия. И мы думаем, ну, ничего страшного со всеми бывает, но грех начинает захватывать нас в нашей жизни, лично, во мне. Но если со Христом у меня близкие отношения, я не дам греху позволить разрушить их. Потому что даже самый маленький грех может так разрушить ваши отношения с Богом, что нам потом будет не подняться. Но во Христе мы имеем все инструменты, силы и возможности, чтобы противостоять греху. Давайте мы встанем и будем приступать к исполнению заповеди Божией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!